В 1987 году ныне в районе Махжана-Жумабаева ликвидировано село Аралагаш. Несмотря на то, что прошло уже 38 лет, его жители неразрывно продолжают сохранять историю, дружеские отношения. Каждые 2-3 года они собираются вместе, чтобы почтить память предков. Корреспонденты нашего телеканала познакомились с уроженцами села и узнали больше о местных традициях. Глядя на белые березы, просторные луга, трудно представить, что на этом месте существовало целое село. Когда-то здесь кипела жизнь, располагались более 80 домов. Однако с 1987 года Аралагаш перестал существовать. Его уроженцы каждые 2-3 года собираются вместе. После того, как деревня была ликвидирована, все жители разъехались кто куда. Такова судьба нашей родины, а не потомки великого Батрбаяна. Кто-то из них его племянник или племянница, а кто-то внук. Я, к примеру, потомок в шестом поколении, а мой сын в седьмом поколении. Большинство уроженцев села Аралагаш – потомки знаменитого казахского полководца Батрбаяна. К слову, рядом с поселением расположено старинное кладбище. Первый человек здесь похоронен аж три века назад. Здесь похоронены мои братья, отец и дедушка. Из-за карантинных мер мы долго не могли приехать сюда. Сегодня сюда приехали земляки из Алматы, Астаны и других городов. И очень рада вновь увидеть этих людей. По словам жителей, в 70-е годы здесь кипела жизнь. Работали дом культуры, школа и даже существовал свой молодежный театральный коллектив. Село начало умирать в 1967 году. Многие люди потеряли работу. Закрылись дом культуры и сельская школа. Жители покидали поселок. А в 1987 году здесь не осталось никого. Сельчане разъехались в разные уголки страны. Однако остались люди, которые продолжают сохранять память о родной земле. Мы все горячо любим наше село. Это родина великого полководца Батрбаяна. Наши люди жили в одной деревне, как родственные души. По мнению жителей, подобные мероприятия воспитывают молодежи уважение к предкам, к своей родной земле. Мадина Нуркина, Тамерлан Тлеубаев, Нурсултан Таликтесов, Раимбек Бегужаев. Служба новостей.